приветствую вас ребятки ну что же нам надо значит поговорить с этим сло треком до мучим и прошлом пуске так плохенько подрались с этими чуваками да даже глинир вишек так сказать но главное что дело сделали и теперь нам остается только остается только до этого чувака добраться вот такой а кстати вигель буду приглашать на конные скачки слышали а мы у них как раз недавно в принципе были лошадков и вот и что а вот у торговцам мы тоже были так мы вроде бы правильно идем да вот по этой белой полосочки а то что же за виза движуха у них а конечно пропускают не пропускают да 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 так одет этого трек находится походите 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 я чуть не понял может быть я зря бежал просто что где-то в городе он типа чего кстати у 7 котов появились походу новое задание смотрите надо будет потом сбегать дать это сначала натуре даже сбегаем это поместье 7 не сдать натуре сначала сбегаем к поместью вигель-будов до поместью вигель-будов а потом короче говоря по дороге в новиград до сбегаем в ту фигню да совсем котов хотя вообще как правило помните когда появляется эта табличка со знаком восклицания и то там оказывается что как раз таки нифига и нету там просто всякие объявления добавляют типа как обычные да такие чтобы атмосферы добавить или как это сказать даже не знал тут еще какой-то квест ты латрик генрих латрик художник банкрот и жертва искусства к твоим услугам меня прислал люди а да скажи ему что его плакаты сейчас в безопасности в тайнике но сходить за ними я не могу мой дом захватили бешеные кредиторы и раз одного из них я даже встретил ну вот видишь а вдобавок граф дэлувертен дал мне шанс отыграться и хочет со мной поспорить на все мои долги не у каждого хватит денег на такой благородный жест а у дэлувертен это хватит это младший сын герцога сальма а его семья торгует драгоценными каменьями одним долгом больше одним меньше для него разницы нет ты чего-то огорчаешься у тебя есть шанс одной ставкой расплатиться со всеми долгами последнее время у меня черная полоса если я соглашусь на предложение дэлувертена и проиграю до конца жизни буду к нему привязан я выиграю для тебя скачки я выплачу твой долг но просто говорят да я вот скачках не хочу принимать участие потому что я честно говоря вот со скачками не сильно дружу да вот вроде бы мы кстати я прошлое этих самых вигельбудов выиграли просто да но вообще как правило я учета плохо в эти скачки здесь играю все время куда-то заносит все время какой-то геморрой можно просто выплатить долг тем более это всего лишь 200 золотых это понты в принципе я могу выплатить твой долг без всяких дополнительных обязательств спасибо я не ожидал могу я спросить откуда такая щедрость ну скажем время от времени я люблю делать что-то хорошее так что теперь можем идти за плакатами я принесу шалфей розмарин как только все утрясу договорились до встречи а что же за квест есть а ну хотя скорее всего этот квест это наверное скачки есть да только делу а унера наверху он наверно наверху этот квест да вот а вот мужичок я понимаю наверно квест по скачкам нам даст по чаще извинений бери будто это что дуся да приветствую приветствую ты пришел как зритель или как участник я еще не решили это другая дуся предителем скачет если вдруг решишь проехаться он стоит вон там на возвышении да я вижу у меня такое впечатление что ты такой наездник хоть и не такой хороший как люк а я бы хотела чтоб кто-то наконец утер нос этому зазнаете люк это типа ее муж или что да люк вегельбуд это бывает ее муж ну что давайте до натуре даже туда примем участие в этих скачках уже бог с ним даю чушь поделаешь интересная смогу поучаствовать если хватит денег на вступительный взнос есть собственная скаковая лошадь почему бы и не только решай быстрее сейчас начнется я хочу участник скачка бесподобно твой титул и имя твоего скакуна геральт из риме на плотве осветительно твоим соперником будет дай-ка я посмотрю шейму схольте верхом на а тут опять будет несколько скачек получается поначалу с каждым соперником до а вот с этим я это сквозь до скачки разуме и буду до мыши увидели уже от квест а потом он что-то у нас пропал я очень плохо всегда эти скачки играю да потому что во первых неправильно расходу выносливость своей лошади хотя вы сейчас у меня вроде бы этой выносливости уже очень много да так как я себе хорошее седло размутил и все время завтыкиваю куда нам нужно поворачивать какой-то там момент да вот своими что блин хватит туда поворачивая полная вафля получается где финиш того же далеко ребятки тушит придурок прям за мной едет а я никак не могу приостановить лошадь видит придурки я уже выгоняет о все энергия восстановилась выиграли да вроде бы неплохо однако не будем обманываться у тебя не было серьезных противников я могу поучаствовать в скачке отличное седло для скачек мы выиграли кстати говоря давайте посмотрим что за скачки ухты 160 крон но у меня по идее с получше седло и так понимаю да вот у меня сейчас на данный момент вот мастерская 55 а у него 50 до у него полная парашек как я и ожидал хочешь принять участие давай-ка еще раз да я хотел бы еще раз скоро начнется новый заезд твоим соперником будет викон тронер верхом на каникулах викон состязается инкогнито поэтому прошу не разглашать его тайну ты хорошо мне присыпал барабану инкогнито он там или холдогнито стартуем что меня просто не с первого раза получилось на хаста нажать как следует да вообще говоря на просто потом незадолго до финиша дать лошади отдохнуть до дать лошади отдохнуть а это уже другой маршрут цитеря какой-то до другой то есть не одинаковый блях а тут такой более заковыристый да не люблю такие маршруты да надо дать лошадков отдохнуть короче говоря и просто пытаться не пропустить этого викон тогда потол опять просто в тупу в дупля и шту фигню до гусь вообще ложки не бояться доехто чуть ли не давлю им по барабану абсолютно а потом 5 до нахо сдавишь да и всего час надо дать отдохнуть вот так вот да 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 теперь давайте шпарим ага все отлично но принципе да видите у них просто искусственный интеллект низкие они тупят когда я начинаю притормаживать они что-то сами начинают притормаживать да и принципе за счет этого не сложно да не сложно дать лошади отдохнуть да уже вроде бы я словчился вернее наловчился до на этих скачках если 1 помните мы первые скачки все время только сливали до в которых принимали участие то вот тут уже вроде бы наконец-то я раздуплился все выиграл выиграл боделла поздравляю с блестящим выигрыш я могу поучаствовать в скачке так посмотрим чтобы там сейчас выиграли за седло такое там какое-то укрепленная далее как он там написал ага укрепленная 70 а но это 70 объем сидельных сумок а у меня точно такое же кстати ряда пока что видите мы ничего играть толкового не можем потому что у нас точно такие же вещи блин это грустно грустно я че думаю что мы чем-нибудь хорошая выиграем для своего для свои платвички да но нифига пока что только деньжата выиграем я хочу попробовать еще раз чудес на этот раз твоим противником будет люк вегель будет это пойди последний верхом носу куда в роду он паршивая овца но еще ни разу не проиграл ни одного забега он можно сказать звезда ипподрома это по идее будет последний соперник да потому что нам эта тетка говорил то что хоть бы кто-то у неё ли умер тюрьму нос давай плотва ты чё не слышишь в принципе да и вся фишка еще в этих скачках то что в принципе не ощущается отличие между допустим там тем соперником и этим да в любом случае ты вырываешься всегда вперед идея просто надо правильно во-первых повернуть да во-вторых короче говоря правильно рассчитать выносливость своей лошади вот он где-то также отстает час от меня как и отставал да этот чувачок в принципе разницы между соперниками я не вижу скорости ложки где-то такая же единство час конечно трасса такая более к это заковырная мне начисто не сильно что-то нравится одни повороты да я не люка так много поворотов вот сейчас мы притормозим да вот уже притормозили пожалуйста ведь и он даже не умудрился нас обогнать то есть он ехал где-то с такой же скоростью как и мой приспи и хорошо потому что если бы было бы тяжелее в этих скачках состязаться у меня бы дико бомбило я так думаю да а так принципе все довольно таки просто кстати я очень вообще уже не вижу смотрите даже сзади совсем не видно то есть его походу обогнал уже вообще нехило можно вообще спокойно доезжать по идее да нифига себе длинная страста то а далеко еще ёпты все именно слава 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 великолепная скачка поздравляю с выигрышем отличная кавалерийская седло сейчас посмотрим капитал можно сказать 200 крон так мы прошли уже задание да или как ребята но йокарный бабай напиши ты уже прошли мы задание лету нифига не только дополнено было что же за фишка такая давайте-ка посмотрим что за седло отличная кавалерийская энергия 70 где-то наше седло энергия 55 года чуваки это намного лучше конечно ты шо но отличная кавалерийская 70 энергии зам из 55 до не зря мы уже поиграли а это обычная крестьянка давайте-ка посмотрим где там наш квест может это еще с кем-то покататься до братаны еще типа с кем-то есть и так понял да гоночка или что нет а чешку с не прошелся чуть непонятно да мышь проживу мы походу всех противников победили а я правильно понимаю в чем дело да вот хотел сказать красивая победа и на к держи приглашение от шефа он лично хочет тебя поздравить прощай напишите сака правильно нет карла лореза ведьмак до меня дошли слухи что ты победил на скачках вегельбудов такой талант не должен пропасть зря его надо развивать а для того щедро его вознаграждать если тебя интересует развитие таланта или щедрое вознаграждение есть разговор ты знаешь где меня найти тесак ну да тесак поговорить с тесаком о письме понятно это что же он по идее будет в новограде насколько я понимаю да этот тесачок то ну да в общем говоря я предлога тогда сейчас дойти до этой вот фигни потом телепорт тянуться сначала в таверну 7 котов почитать что за сообщение а потом пойти уже в новоград и там короче говоря честно интересно я честно не ожидал что тесак интересуется каким-то образом скачками да интересно что он там нам будет рассказывать ты где там наша таверна 7 котов да вот сюда давайте потому что вдруг там все таки будут какие-то квесты да мало ли так вот и эта фигня смотрим ну да квестовых вроде бы нету продам деревянную лошадку продам почти новую почти не бывшую употреблению деревянную лошадку сделана из бука полозья из дуба на левой задней ноге небольшая царапина по желанию могут добавить железные стремена якуб броман сдаем комнаты в корчме 7 котов можно снять комнату все поместья чистые помещения чистые а в хорошую погоду из окон видны башни новиграда доступные цены ps предупреждаем в корчме бывает шумно предупреждение любого кто в семи кота катах будет скандалить и другим посетителям приставать или щипать официанток выброшу за дверь с разбитой мордой корчмарь свадебный оркестр выдаешь дочку замуж женишь сына сам себе вторую жену подыскал не забывая свадебного оркестре нет никого лучше чем янку музыкант и товарищи в репертуаре у нас лучшие песни и мелодии белый медведь мои предки лучше всех и конечно несу эльфку во лесок немедленно закажи нас уже сегодня янку музыкант лучшие обеды специальные предложения на выходные только в семи катах котлеты из фарша солянка и гуляш за полцены приписка какой-то тип с испорченным желудком пожаловался стражи что отравился у нас так что предвар предложение меняется надеюсь ты доволен долбанный мудак валип в пассифору и жри паштетики из соловиных языков у а что такое воззвание геральту из ривии гербомост геральт из ривии волею милостиво нами правящей досточтимой княгине анны генриетты прибыли мы северное королевство дабы представить тебе наше посольство в княжестве туссент появилась чудище страшное бестия и называемая кояс совершила множество ужасных преступлений против подданных досточтимой княгини лишь славнейший среди ведьмаков может уничтожить бестию а потому просим тебя смиренно дабы соизволил ты явиться в деревню дебри где ожидаем мы тебя полны надежды что соизволишь ты нас выслушать и вырвешь отчизну нашу из когтей страха покожные слуги пальмирин д фон фон фаль и мильтон д пирак пиран а ну понятно это в общем говоря до посольства извинного края задания понятно это уже кровь и вино но нам выполнять конечно же еще совсем рано давайте значит квест поставим только вот какой квеста какой квест взять первым делом так пойти к лютику или пойти к этому дать на нас начало ключи куда давайте натуре уже сначала пойдемте к лютику уже до конца пройдем это задание ца а потом уже пойдемте к кисаку наверное как-то так 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 лютик у нас вот где-то тут а недалеко он забрел к счастью текс погнали да нам еще что-то типа как филиппу найти да там тоже и задание так тут уже движуха у люди когда танцы шманс и цы ой вот вижу бригады без дела не сидела вышло и правда неплохо но получилось хотя я думал о чем-то более ну понимаете в театральном стиле тебе не нравится я думала буду ар придется тебе по это ты выбирал я вовсе не говорю что так плохо просто я все иначе себе представлял знаешь если задуматься то ты права дан стиль будуара прекрасно подходит к баре а что с латрак ты принес пока латрак сказал что сам их занесет отлично это будет лучшая реклама для хамелеон забавно смотреть как лютик влюбился в эту блин как ее зовут-то пресциллу да прикольный момент так ты не говорил что хочешь сменить название шалфей и розмарин совсем неплохо но это напоминало ресторацию стимерской кухни и с официантками в народных костюм хамелеон больше подходит к баре ну и явно намекает на то что характер самого места изменился потом хамелеон и звучит как лучше что с хореографией вы приготовили что-то особенное к открытию скрине мы оль она просто сокровище прибежала сразу построила девушек после премьеры публика на коленях будет рыдать от восторга я уверен ну кажется все готово когда открытие скоро через час генеральная репетиция я только заскочу домой за платье спасибо за все мелочи кажется моя мечта к баре вот-вот исполнится может отметим я угощаю почему нет вот это я понимаю мастер говорил что ты разговаривал с пустым разговорю она говорила что ты толстый смердишь хвалила твою рациональность да давайте ему скажем после разговора с ней я сделал вывод что она не вполне нормально что что ты ответственный и твердо стоишь на земле на этот раз нет мне интересно одно как тебе удалось вытянуть деньги у схоластики ну было нелегко ее так раз задорило это наше представление что у меня четыре часа пришлось читать и плачешь пар то есть вы не ты с ума что ли сошел за кого-то меня принимаешь а у винт с ним можно будет поиграть ну конечно а ведь знает как важен для меня этот вечер я твое дело знаю может она прихорашивается как нибудь по особенно это требует времени неправда женская тщеславия не знает границ мастер лютик при сила она что говори уже она тяжело ранена кто-то на нее напал и ранил его забрали в госпиталь вельмерия напал ранил я иду я сходишь со мной пожалуйста конечно пойдем госпиталь вельмерия боги из цела она же она же будет жить наверняка состояние тяжелое но стабильное много простите вы ее родственник родственник не вдруг очень близкий лютик верно назвала вас когда приходила в себя юахим фон град начальник хирургического отделения хватит этикета что с ней кроме глаза сотрясение мозга отек надрез на горле внутренние ожоги в области глотки и пищевода ее напоили какой-то кислотой нифига себе хорошо ее делали да нежданчик такой нежданчик то есть это было не ограбление нет скорее это дело рук безумца причем не первое откуда такая уверенность я уже видел подобные раны они весьма примечательны собственно даже на этой неделе мертвецкой оказалось тело с аналогичными повреждениями и вырванным сердцем вырванным то есть присыла тоже могла этим кто-то занимается это новиград здесь на кострах горят только невиновные геральт я знаю что у меня перед тобой 100 неоплаченных долгов что ты спасаешь мою шкуру в среднем раз в год но я обязан тебя об этом попросить найди ублюдка который с ней это сделал найти и убей тебе не придется меня уговаривать пойдем подумаем что делать дальше потому что я бы рекомендовал осмотреть тело предыдущей жертвы о котором я упоминал вскрытие еще не было но его результаты вполне возможно могли бы навести вас на след чему вы удивляетесь господа как врач я знаю насколько важна профилактика вместо того чтобы ждать новых жертв этого психопата я бы предпочел его удалить как опухоль с тем только что опухоль как ты верно ее назвал не будет спокойно ждать пока ее удалят спасибо за помощь это должно быть не знаешь во что ввязываешься прекрасно знаю и уверяю что смогу за себя постоять легко такое говорить особенно если всю жизнь держишь в руке скальпеля не меч взгляните на этот шрам знаете что оставляет такие следы из тень или моргенштерн думаете меня ударили за операционным столом нет повторюсь я знаю что делаю и хочу помочь думаешь меня пустят в мертвецкую через главный вход разумеется нет но туда можно пройти каналами и часто вы туда спускаетесь уважаемый доктор настолько насколько этого требует профилактические действия я вижу ты практикуешь интересные методы лечения довольно агрессивно я бы сказал поговорим об этом по дороге вы готовы да готов и заинтригован я достану его лютик будь это хоть самый рар хемельфарт спасибо цен кивари матч да опять таки неожиданно лет вон неожиданный такой поворот какую профилактику ты проводит так походи неожиданный такой поворот да реально не ожидал а вы подумайте вместо того чтобы сшивать очередных жертв утопцы не проще ли решить проблему еще в зародыш я пробовал привлечь в канал и стражу ну а без результата тогда пришлось где делать свои руки задаром да проклятые идеалисты выразил слышите уже давно слышала готов оружие у него арбалет кстати блин такой интересный мужичок да этот евахим фон град такая у него прям аж уверенность да аж кишит этой уверенностью и вооружен прикольненько да с арбалетиком чё там да не дашь не побыстрее ой там водная баба ой нормальный да классная бомба это север классная бомба этот северный ветер несомненно давайте братишки чё вы чё как не родные то а как говори прямо без намеков раны затянутся но что будет с голосом я не знаю вы наверно понимаете что для трубадора это страшный удар такой от которого можно потерять волю к жизни ты можешь как-то на это повлиять на это может повлиять только ваш друг людям бельмин этот доктор все больше и больше нравится да все хотите диалогов вообще просто замечательный мужичок надо его поберечь нам туда да а подожди да я смотрю а там вроде бы ничего не там есть что смотреть на три бочки или или они не обыскиваю обыскиваются тем более краснолюзский спирт принципе на у нас то его хватает но штука это весьма полезная до лишние никогда не будет поэтому так обожди братишка чё-то там туда на на лестнице давайте-ка сохранимся мы принципе уже довольно таки далеко умудрились зайти на месте пойдемте чем быстрее управимся тем лучше а что ты куда-то спешишь что-нибудь может нам помешать например то или преподобные на даниэль по студии так нам нужно тело краснолюдского плотника попробуем его найти блин сколько тут всякого доброта а куда он пошел я даже не посмотрел братан ты куда пошел там нету да там нету да а не я сначала подумал что он похож на этого чувака помните из первого ведьмака человек не то тело ищем дальше одежда краснолюзский плотник кстати говоря мужик ты что-то шаришь где что я-то грибу куда идти но это выход правильно дата у нас закрыта так это походу он уже и лежит вроде бы его уже видно так мазали на пальцах опилки в бороде одежда липкой от смолы должно быть он великолепно надо думать вам не сделается дурно от вида крови нет начиная вскрытие с чего начнем гениталии осмотрим его гениталии сомневаюсь что они относятся к делу надо проверить стени с него штаны и скорее сифилис ранняя стадия сыпи еще нет это может быть связано с разве что еще один возможный мотив для убийцы видишь что-нибудь интересное на ногах щиколотка правой ноги распухла ногти поломаны должно быть он очень сильно ударился копытами прежде чем их отбросить не уверен что сейчас подходящий момент для шуток простите у нас врачей несколько иная чувствительность и скверное чувство юмора смотрим ладони борозды это следы от веревки так его связали как и следовал ожидать никто не выдержит таких пыток не будучи связанным знаешь по опыту по опыту жертвы я провел год в застенках третагора но это долгая история тогда лучше в другой раз смотри видишь след нашего краснолюда было кольцо но кто-то его снял осмотрим корпус так что у нас здесь глубокая рана с левой стороны грудной клетки шрам через весь живот посмотрим что за рана действительно сердце было вырвано края раны прижгли погодите-ка здесь что-то еще яйцо какого-то присмыкающегося саламандры обращенное на целое я бывал на лекциях по герпетологии и не припомню чтобы присмыкающиеся откладывали яйца в трупах значит или профессор кохран глубоко заблуждался или это дело рук нашего убийцы так убийца еще и быстро был бывший саламандр опять таки отсылка к первой части прикольно посмотрим на шрам рана длинная узкая отрезанного удара но края неровные это неважно смотрите нет ни опухоли ни синяков это старая травма похоже несчастный случай на работе вскрывай брюшную полость предупреждаю будет сильно пахнуть гнилью я как-то дрался с ригером стоя по поясу в говне так что не думаю что вы стой хе-хе-хе да потом его потом его йеннифер отмывала медицинская новинка в малых концентрациях замечательно консервируют ткани в больших разъедает их как кислота это объясняет почему нет запаха разложения и почему обыженный глоткой пищевод смотрим голову волосы воняют гарью будто он был на пожаре больше ничего примечательного то что ему выкололи глаза вас не интересует? видишь? на горле надрез действительно он едва заметен его сделали маленьким очень острым предметом скальпелем но зачем? рана слишком мала чтобы вызвать кровотечение но есть следы отека убийца должно быть он сделать рахиотомию чтобы жертва не умерла слишком рано рассмотрим рот роги волдыреем как у пресциллы у него действительно обыжжены глазницы? да здесь какая-то серая пыль пепел очень мелкий убийца выколол ему глаза и высыпал в глазницы раскаленные угли похоже на то судя по виду рам плотник при этом был еще жив да страшный какой-то чувак довольно я уже знаю достаточно в таком случае просветите меня а то я до сих пор понятия не имею в чем дело и какой мотив у убийцы даже не значили выбрать честно говоря ритуальное убийство наказание убийцы сумасшедшие мотива нет ну скорее всего тут правильнее выбрать третий да у убийца безумец нет у него никакого мотива скверно таких поймать труднее всего надо бы осмотреть трупы еще раз ты знаешь как его звали фабиан мейер а я губер трейк коронер пришел сюда провести аутопсию но вижу юахим что ты меня выручил как всегда лезешь куда не нужно и втягиваешь в неприятности других кто это такой студент третий курс у меня к тебе несколько вопросов ладно констатация с углом около о мое почтение ваше преподобие что это за люди я кажется ясно сказал никого не впускать ни под каким предлогом я знаю но это друзья покойного они хотят забрать тело и речи быть не может уведи их отсюда немедленно как пожелаете ваше преподобие господа прошу за мной вам придется выйти другим путем почему ты нас прикрыл я прикрыл себя если бы преподобный натаниэль вызнал что кто-то влез в мертвецкую и начал резать трупы без его позволения у меня были бы неприятности но ты об этом не подумал Йохим правда как всегда нет ну может я и не одобряю вашего самоуправства но я тоже хочу чтобы убийца кончил жизнь на виселице так что если я что узнаю по этому делу я дам вам знать угу спасибо это это натаниэль он кто такой мерзавец как и всякий кто носит одеяния церкви вечного огня большинство из них становятся мерзавцами еще до того как ударятся в религию вполне его случай до церкви вечного огня натаниэль был палачом особенно он изощрялся в пытках женщин затем иерарх химельфард назначил его смотрителя мертвецкий он отвечает за контакты с храмовой стражей надзирает за кремацией проводит погребальные службы в храме на острове и так далее угу мечта а не работа мог бы сказать что знаешь корнера может мы бы избежали прогулки в каналах я его знаю и поэтому избегаю вот и все на эту тему не настаиваю ах 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 блин еще один классный квест так осмотреть переулок где на присылу напали осмотреть место гибели плотника найти сборщика евстахи да вот вообще классненький классненький квест такой знаете атмосферный очень да и убийца реально страшный какой-то человек реальный маньячила интересно будет им заняться прикольненько прикольненько ведьмак радуется больше и больше каждый новый квест прикольнее предыдущего ну а на этом мы пожалуй ребятки закончим а в следующем тогда уже продолжим наше так сказать расследование да я уже как всегда благодарен за просмотр за подписки за лайки до новых встреч пока